Также пророк Мухаммад сказал, «Аль-Хая-У-Ла-Я-Ти-Ил-Ла-Би-Хай-Ир». Раваху Шейхан приводит Аль-Бухари, Муслим, то, что стыдливость приходит только с благом. После стыдливости, у Лаика есть вот это чувство стыдливости перед Всевышним Аллахом, перед людьми, тогда у этого человека будет только благо. Но также мы должны понимать, уважаемые братья, то, что стыдливость не должна запрещать человеку говорить о истине, о хақ. Например, помните, когда Умар, когда сказал сахабам, на нем были две накидки, две одежды, он повелевал слушать его и подчинению. Тогда они сказали сахабам, «Мы не будем тебя слушаться». Почему? Потому что у тебя две одежды, а у нас у каждого по одной одежде. И тогда Умар, что сказал? «Я Абдаллах, о сын мой, о Абдаллах, приходи, иди сюда». И тогда он ему сказал, «Я хочу, чтобы ты был свидетелем перед ними, то, что эта накидка, не ты ли мне ее дал, а ты ли мне дал эту накидку в качестве подарка?» «Да, — говорит, — сказал то, что «Теперь мы будем тебя слушаться». И на Умар, они сказали, то есть они правителю так сказали. Также, когда Умар, поднялся на Мембар, в его время, знаете, что был очень большой махр, то есть многие не могли жениться из-за большого махра. И тогда Умар имн Хаттаб тоже сказал, О, женщины, будьте Аллаха меньше, простите махар. И тогда встала одна женщина и сказала Неужели ты не слышал слова Аллаха? Где Аллах говорит, расценит махар даже как кинтар, как 45 килограмм золота. Тогда она сказала, хак, встала женщина. И Аллаха приняла это. Даже добавила в одном риваите, сказала, что Какой он был храбрый человек, какой он был справедливый. Но когда он слышал аяты, хадисы, как он кани, это кассар. То, что он ломался, когда слышал аяты, когда слышал хадисы. Все люди более знающие, чем ты, Умар. Сам себе сказал. Хотя он был великим ученым, сахаба, халифа. Но из-за его вот этого зогода, из-за его вот этой стыдливости, он сказал, все больше тебя знают, Умар. Субтитры создавал DimaTorzok